Полноценная жизнь людей с ограниченными возможностями не просто слова, а реальность. О ней и фильм «Б-1», посвященный игрокам Федерации слепых футболистов. Документальная лента режиссера Павла Петрухина заявлена в программе фестиваля спортивного кино «Красногорский», а накануне Международного дня «Белой трости» доступна для просмотра всем желающим. Картину вместе с жителями округа посмотрели представители спорткомитета. «Б-1» – это моя первая работа. И здесь я и режиссер, и оператор, и монтажер. «Б-1» – это группа инвалидности. Есть «Б-1», «Б-2», «Б-3». «Б-1» – это «Тотально слепые». Я назвал так фильм. Фильм задумывался как о силе, воле и о любви. Ну, ребятам очень тяжело, как мне кажется, несмотря на то, что они держатся молодцами. И мне захотелось рассказать о них. Мне хотелось просто выразить некое эмоциональное состояние, которое я пережил через футболистов». Сегодня такой особенный футбол не только в кино, но и на поле Зорково. Будто с экрана на стадион сошли и игроки, о которых снят фильм. Настоящие легенды пара спорта – члены сборной России и Московской области. «Наша сборная ребятка – это действующие чемпионы Европы. То есть, на самом деле, это герои спорта. И поэтому мы сегодня играем в синий футбол. С нами есть прекрасный тифлокомментатор, потому что процесс тифлокомментирования сегодня не только у нас в округе. То есть, он сегодня мизерный процесс. Поэтому в рамках этого фестиваля проводится вот это мероприятие. Надеюсь, будем дружить и покажем, что есть такой вид спорта и настоящие герои, которые сегодня достойны уважения». Матч «Необычные гости» проводят со сборной Красногорска. В ее составе представители администрации округа, депутаты совета, а также профессиональные артисты играют хозяева поля по правилам гостей. Ношение специальных масок, чтобы быть в условиях футболистов группы «Б-1». Лишь одно из них. «Ну, футбол очень необычный. Он, скажем, уникальный футбол по себе, потому что весь футбол подразумевает взрячую забить гол ворота. Наши ребята не видят ворота, не видят ни галкипера, ничего, и только лишь на слух забивают этот мяч. Ну и плюс, естественно, что мячи озвученные, мячи у нас, когда при вращении, они издают звук, на который ребята ориентируются и пользуются вот таким вот образом». Сыграли соперники на равных. Основное время игры закончилось ничьей. Исход товарищеской встречи решали послематчевые пенальти. Но и этой серии ударов не удалось выявить лучших. Победу разделили обе команды.